Будовництво другой кольцовой дороги в окол Минска выходит на финальную стадию. Укладывается бетонное покрытие на опошних 20 километрах. Дорожные работы сконцентрованы на территории Минского, Держинского и Волошинского районов. Новый высокохудкосный участок Должинёй у 41 километр разлучит трассы Минск-Гродно и Брест-Москва. Колешбуде готово другое кольцо и як я иде укладка бетона. Сголовный дорожный будовничий пляцов Киргьюна Надея Сербиненко. Огульная протяглость 160 километров, пропускная сдольность 20 тысяч автомобилей в сутки, тысячу будовников и сотни одинок техники. Праца на другом участке другой кольцовой дороги в окол Минска ведется 24 годины в сутки. Второе обстроительство длина участка 41 километр 408 метров, если быть точным. Значит, соединяет автомобильную дорогу М6 Минск-Гродно с М1 Брест-Минск-Границей Российской Федерации. Все земработы в основном уже выполнены. Сейчас идет укладка тяжелого бетона, покрытие из тяжелого бетона. Укладка бетонной дороги складаны технологичный процесс. Покрытие складается с трех пластов. Нижний – это так званый тонкий бетон. На его укладывается пласт асфальту, а накрывая дорогу трывалы армированный бетон. Огульная таушчиня такого слояного пирога – 42 сантиметры. Так выглядая новая бетонная дорога. По культу откурсирует только и буддауничая техника. Но первый поток обычных машин пройдет тут уже до конца этого года. Створяет новую трассу бетонно-укладочный комплекс. Он движется без припынка с худкостью 60 метров в годину. Спыняется агрегат только с заходом солнца. Бетонный комплекс идет сам где-то часов от 12 до 14, потом часов 6-8 идет мойка. Но ночью идет нарезка. Получается, сам весь комплекс идет круглые сутки, не останавливается. Головный будовничий материал для новой дороги – высокотрывалый бетон – вырабляют на мобильном заводе. Кожная партия проходит тест на трывалость на специальном прессе. Такий краш-тест позволяет досягнуть термина эксплуатации покрытия в 20 годов. Качество дороги зависит от качества бетона. А качество бетона, в свою очередь, зависит от качества материала. Проверяется подвижность, воздуховое лечение. Все параметры, потом по истечении определенного времени, 28 суток, уже испытываются образцы на прочности, на изгиб. Головная задача другой Минской кольцевой – разгрузить машинопоток на первый МКАД. Другое кольцо пересекает Минский, Воложинский, Смолевицкий и Дзержинский районы. Гэта даст импульс до развития и городов-спадорожников столицы. Увод другой кольцевой аутодороги плануется до первого студеня 2017 года. Надея Сербиненко и Алексей Праудиков. Агентство Телиновин.